И к роману Ланкину присоединяется Сергей Шитов, как его многие называют, король московского кларнета. Юрий Висборр – талантливый бытописатель и очень правдивый художник. В свое время он написал песню «Разрешите вам напомнить о себе, где действие происходит в поезде», и написал он ее «Действительно в поезде». Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае пиздельничаю жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог. Люди ищут настоящие слова, ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли права пользы никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой, о реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. «Разрешите вам напомнить о себе, где действие происходит в поезде». Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то дивная клонится голова, ну а я лежу и думаю о вас. Я подумаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы. Рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь и счастье быстренько затрут, что единственное счастье – это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас. Представьте, я-то думал все о вас. Бывает. Играй, Серега. Рви душу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роман Ланкин и Сергей Шитов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова